Продвинутые пенсионеры в Челябинске прошли курсы по финансовой грамотности для пожилых людей. На уроках им рассказали о пассивных доходах, киберпреступности и финансовых пирамидах. А еще научили пользоваться сервисами онлайн-оплаты. Курсы прослушал и наш коллега Владислав Чухров. Курсы по финансовой грамотности. Нина Олеговна уверен и пользователь интернета. Через приложение в планшете общается с соседями, родственниками и друзьями. До пенсии работала в университете, преподавала гуманитарные науки. А теперь готова обучать финансовой грамотности. Нам выдали пособие, книги. Мы уже сейчас можем в этом как-то разбираться. Уже в финансовые пирамиды мы не попадем. Да, да. На курсах по финансовой и правовой грамотности пенсионеров учат совершать онлайн-платежи и пользоваться бесконтактными картами. Объясняют, куда вложить и как правильно сохранить свои средства. Рассказывают, что такое финансовые пирамиды и как уберечь себя от киберпреступников. Теперь пенсионеры стали прогрессивными, как молодежь, шутят организаторы курсов. Я сама часто вижу, как люди молодые не умеют пользоваться онлайн-банками, не умеют защищать свои индивидуальные персональные данные, в том числе финансовые. Они не прячут пароли, не запоминают их, записывают на видных местах и так далее. Так вот, наши пенсионеры это все знают и научат внуков этой безопасности. Курс финансовой грамотности для пенсионеров длится два месяца и состоит из восьми занятий. Уроки проходят в форме лекций с вопросами и ответами. На базе регионального общества знания преподают финансовые аналитики, юристы и сотрудники Центрального банка России. Курсы по финансовой грамотности нужны всему населению. Но пенсионерам они нужны особенно, потому что это наиболее, так скажем, уязвимая часть населения, которая, в общем-то, вовлекается в различные неправильные финансовые махинации. Уроки финансовой грамотности уже посетили 40 пенсионеров. Набор проводит общество знания. Курсы для пожилых бесплатные. Владислав Чухров, Андрей Ярушев, ОТВ.